ой 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 с вами шимики мы продолжаем пройти рун может даже скорее всего заканчивая пройти рун под названием mask mask of mists так ладно нам еще осталось получается две маски найти ой нет то за что за что ладно ой короче в жопу мне бежать хер знает куда это я только в этой пещере мне нужно аж на противоположную сторону острова идти ладно у нас остался могильщик но к моих чеку не могу попасть давайте залечу к нему а вот такой вопрос где он живет короче не здесь я не помню где находится тут кажется у нас здесь давайте внутрь я тогда здесь нашему сохранится попробуем по крайней мере ну ключик-то не подходит прокиньте мы на эффект на откуда могу залезть давайте буду сейчас пробовать пытаться куда-то залезть так хорошо я смог залезть дерево сюда а дальше не прыгает блин надо крыша вон прыгнул и быстро перелететь на другую сторону все я смог так только теперь проблема обратно я смогу вернуться ну ладно придумаю как ключ от кладбища в а вот оно что а как я сюда должен был попасть ну а не суть записка теряет терпение наконец 1 одному из надписи на вратах она гласит ключ покоится под взором трех мудрецов что за вздор нет определенное мое терпение подошел концу маска находится буквально на расстоянии вытянутой руки а я и заняться тем что разговарив разгадываю эти загадки уверен что мне удастся правильно распечатать и разрыв даже без активации негативационных кристаллов да чистить нам если что еще две маски нужно это не маска так ладно сохранить игра сохранена пойдемте вниз посмотрим куда это по скорее всего мы к дому вернемся зараз все-таки ударил мне надоешь зачем я прыгаю еще ядовитый нет вот это как раз и есть то место с ручкой если бы я ручку нашел я бы поднес сюда но ручки у нас то нету поэтому мне пришлось так сюда лезть с помощью магических способностей если вы так хотите ему блины я уже сохранился вам уже не покажу ладно сейчас попробуем не дверь не закрывается ну смысл таков залазить сюда когда вы вот у вас получится прыгнуть на этом камешке да сейчас он прыгает только когда вы на специальную часть прыгните то есть вы запрыгнули да но не будет работать именно прыжок то что он будет думать что вы не на поверхности может бачком как-то запрыгнуть вот желательно короче ровно запрыгнуть чтобы вы когда вы приземляетесь смотрели в сторону кладбища вот так вот теперь делайте прыжок сука интересно если ворота вот эти открылись я чисто багаюзы вам показываю короче говоря вот . вот прыгать и сюда вот и он так перелетать через забор то что в этой части текстуры нету и вы можете запросто сюда пройти так теперь вопрос что мне делать птичка потому что мне только одна этот вопрос очень актуальна потому что я больше не знаю куда мне идти птички 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 но я использую я могу использовать птичку ай подожди видите это дерево так не работает или работает лол короче можно через любое место пролезть и деревья это ваши лучшие друзья что один фиг я не знаю где есть синяя часть еще а блин а потом я же заново придется это место проходить пол не делал невидимые стены хорошо я не знаю где не видимой стены Так, подошлись на шлявный спаду. Тогда я иду вниз. Но вот вопрос у меня будет возникать потом, когда я буду отсюда выходить, как я перелезу через местность. Оно неактивное? Прикиньте. Игра дальше не прогружена. Вот чёрт. Ну всё. А, вот и всё. Значит, я продолжу, когда уже до этого момента дойду. Но сначала нужно синюю птичку найти, нужно ещё ручку найти. Куда идти, я не знаю. Потому что я всё, в принципе, облутал, где можно было облутать. Поэтому я, типа, и говорю, что я, в принципе, не знаю, куда мне дальше идти. Где мне можно было, я всё посмотрел. Я птичек больше не вижу. Я только одну могу поставить и всё. Ладно, давайте я буду искать хотя бы что-нибудь. Короче, дверь, вот, я нашёл. Чем она открывается? Вот книжка, блядь. Она книжки открывается, оказывается. Стоп, ну это другая дверь. Ооо, не пила я тебя. Так, отрывок «Удивительные растения». Удивительные стоит поговорить о том, как некоторые магические растения реагируют на природные явления. Например, заурядный дождь является едва ли не единственным способом на время потушить огненные цветы. А знаменитые магические бобы способны в мгновение ока вырасти на десятки метров. Также проявляются свои необычные свойства исключительно под сильным ливнем. Ясно? Все. Очень старанная картинка уйти. Почему нет? Странно. А, подожди, это какое я должен получить? Или нет? Я не врубаюсь. Ну и я расставил всё как должно быть. Зелёный-зелёный, красный-красный, синий-синий. Здесь мы обменим цвета. Зелёный и красный. Давайте хоть я проверю, как он стреляет. Хотя ладно, на врагах потом проверим. Может... Нет. Но этот цвет показывает, какой я могу получить. Типа объединив синий с красным, я получаю филе этого. Вот нам нужно... Синий с красным. Это фиолетовый. Жёлтого у нас нету. Оооо. Подожди. А я думал, это синий. А, ну один фиг, это та же самая пещера, в которой мы были. Может тут что-то появится? Нет. Тут ничего не появится. Я, считайте, просто просрал свои рубины. Хотя, нафига они мне нужны? Мне кажется, уже они не нужны, потому что... Четыре рубина я трачу на две хилки, и один рубин на три пули. Вот как мы должны были пройти сюда, на кладбище. А теперь думаем. Где может быть синяя птичка? Даненький. Вот. Ещё нужна одна синяя птичка. Которую, конечно же, пока что я не вижу. Притом, при этом. Кроме птичек. Так, здесь я ключик, да, находил? Здесь я находил ключик, здесь я находил птичку. И всё. И дальше, типа, я не знаю, как мне идти. То, что в этот момент останавливается прогресс, и я не знаю, что мне делать. Мне нужно ещё две маски, по факту, найти. А где они, никто не знает, потому что у меня нету так же птички. А здесь птичка нигде не валяется. Стоп, а на могилах точно нигде нету? Нету. Ну, тогда всё, я не знаю, что мне делать. Поэтому ставлю на паузу и пытаюсь найти хотя бы что-то. Так. Короче, здесь... Пойти, сказано, выходя с кладбища, идти туда, куда смотрят статую, куда не бросать свой взгляд. Кто бы мне об этом сказал? Никто. Всё, синяя птица. Так, нам ещё нужно две маски. Не забываем. Не забываем про две маски. Так, ну, я ставлю паузу, получается, и дохожу туда, где был. Да что, блядь, происходит? Выпусти. Короче, эта фигня в меня врезала, и всё, он меня протолкнул сюда. Отлично. Найс. Хорошая работа. За что? Вот смотрите, я вот так бежал. Он в меня врезался. Потом я сюда подошёл. Как он? Вот, как видите, он толкается. Меня вот так протолкнули. Через объект. Во. Почему это так работает? Как, как это может быть такое? Ладно. В смысле? А чё камни не работают? Вы гоните? А, вот так стреляет. Как дробовик. Стоп. В натуре? Я сломал что-то? Это, походу, когда я через кладбище, да, перебежал? Ладно. А видите, они меня просто ранят. Давайте, тараньте меня, чтобы я пролез. Потому что, походу, я уже отсюда иначе не взойду. А, чё, я думаю, чё я пули подобрел? Настя, я теперь вещи подбирать не могу. А это просто тридцатка максималка. Сохранение. А? 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 Стоп. А? 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 короче на жопам все игра сломата давайте попытаюсь хотя бы до финала дайте вы до какого-либо ну все маски мы собрать не смогли нет смотрите эти враги атакуют меня классно работаем ладно не повезло не повезло ну что фиолетовая все маску мы не смогли собрать нам нужно еще было а все равно нужно две маски нам все равно нужно было хотя бы так две маски вот что ребят вот пока юзите вот и страдаете я поблагаю зал теперь я не могу нормально поиграть это плохо если что концовка есть хорошая концовка как раз с масками связано мы бы взяли использовались все три маски после чего бы мы зашли еще в 1 на еще в одно подземелье но нашем случае вы понимаете статуэтка гриба но хотя бы грибы подбирается это радует так ладно там портал у нас есть а а а а что-то как-то пистолет хорошо очень работает офигенно то есть а кубик вообще взяли не смогу ну как начали так продолжим а и и и и и и и Только так. Хорошо, если я не могу взять эту фигню, да, то есть тогда нужно найти грипп, а если босса нужно будет убивать с помощью объектов, с помощью тех же самых кубиков, я же подобрать кубы не смогу. Может, мне умереть надо? Попробуем. Почему отсюда? Нет. Так, ну, значит, нужно сейчас быть внимательным, прежде чем пролазить через объекты. Не берется, видите? А враги, которые стреляют, должны, они не стреляют. Потому что они не могут. А они не стреляют, потому что они не могут. Балазина называется по текстуркам. Вот, кто мне могут атаковать, это здоровые эти чуваки. Такие я имею ввиду. Радует хотя бы, что грибы могу подбирать. Если бы я их не мог подобрать, то это было бы жесть. Так, стой, давай не рисковать. Оттуда я пришел. Ладно, посрать. Ага, собрать не видела уши. Нужен грибок, и сюда нужен грибок. А по сути, могу я просто пойти по верху лабиринта. Херовый какой-то меч. Не работает пистолет. Для чего я брал его? Ограничение не 30, просто я подбирать не могу. Пули не работают. Все снаряды, которые выпуляются, они не работают. А квадратики, это же предметы, которых можно стрелять. Ну, бросаться, кидаться. Теперь все ясно, понятно. Какую я механику сломал. А что, я подобрать не могу. А ни стрел не работает. Сейчас буду как-то пытаться По грибам идти. Я сна. Я сна. Вы видите, я пытаюсь как могу для вас. По факту, я сейчас пытаюсь чисто для вас. Да, главное не топить, куда идти. Ясно. Ясно. Ну, сразу пойду туда, куда надо. Сохранить, сохранить. Сейчас будем с вами мучиться. Сохранить, сохранить. Так, сюда хрюб... А, хилка. Босс. Босс. О. Значит, они могут пуляться, я не могу, да, пуляться? Ну, а я хотя бы могу сражаться с боссом. С великим хрюбом. А знаете, я вот один фиг подумал. А я же из масок только, ну, только одну могу, маску, мог бы найти. Где-то еще маски мы с вами потеряли. Какой-то босс. Какой-то босс. Сейчас. О, что ли мы не можем? Вот человек. Тьфу? 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 Все? Ну, ладно, в гособеле. А-а-а, откуда же здесь же люди? Ой, это же он! Он заточен? В глубине кристалла вы различаете фигуру Архимеда. Попытка его освободить в финал. Вот, а если бы у нас была маска, мы бы сюда маску поставили. Ну, не маску, а если бы мы все маски бы собрали, я вам немножко проспойлерю. Мы собираем все маски, мы с вами берем... Там появляется по центру грибок, грибок мы сюда оставим. И вот еще один финал, по идее. Вы почти час бьете кристалл без каких-либо видов и успехов, и уже планируете бросить его. Это бесполезное занятие. Как вдруг на его поверхности появляется первая трещина. Еще несколько ударов, и крысло развалится на сотню осколков, а Архимаг Клоуд падает на землю. Подождав, когда он придет в себя, вы вместе покидаете бездну. Вернувшись в столицу, вы получаете награду, которая значительно превышает ваши обычные гонорары. А затем ваша жизнь возвращается в привычное русло. Ну, по идее, это хорошая концовка. Я не вижу смысла. Наверное, так бы мы получили великую... Ну... Великую силу. Я могу перепройти, мне, типа, несложно. Ну, типа, это займет хер знает сколько время. В течение двух часов я буду просто делать все, что мы делали раньше. И снова бегать туда-сюда, туда-сюда. Ну, типа, зачем она мне надо, так ведь? Ну, давайте просто вам... Где она? Так, это все еще та херня. Вот. А вот после этого у нас все сломалось. Ну, вот посмотри, сколько у меня сейчас хп. Это еще когда у нас боб, блядь, еще есть. Бобы у нас еще есть с вами. И у нас меч только первого уровня, понимаете? Он даже не железный, а первого. Поэтому это очень долго, и я, скорее всего, не буду проходить. Возможно, я просто, если кто-то снимал уже эту игру, проходил, возьму его просто финалочку. Ну, хорошую концовку с маской. И все. Поэтому всем спасибо за просмотр. А давайте оценивать игру. Главное меню там. Ну, смотрите, как можно оценить игру. Во-первых, здесь есть первый плюс. Несколько концовок. Второй плюс. Блин, а его, скорее всего, и нету, слушайте. Ну, блин, что две из концовки. Это первый плюс. Пока что я плюсы больше не знаю. Из минусов. Минус первой. Баги. Который мы можем использовать. Баги после нашего бага. Вот это, блядь, хуйта происходит. Что у нас просто полностью ломается система подбора используемых либо бросаемых предметов. То есть, вот, вот, вот вам, вот вам, богоюздество. Мы не посмотрели хороший финал. Мы не можем ничего сделать, потому что не работает. Откатить это фиг знает куда, сколько откатывать. Первый минус. Баги. Второй минус. Так сказать, увеличение Игрового Времени За счет того, что мы бегаем от одной точки в другую точку. И это постоянно происходит. Это второй минус. Просто затягивание игры. Если бы, мне кажется, этого не было, Игру можно было пройти бы из-за серии 2. Так, это второй минус. Ну и, в принципе, Больше таких минусов, я не знаю, Вставить ли плюс сюжету. Сюжет такого, как бы, и нету. Я бы вылепил, понимаете, еще бы минус третий. Это наш журнал, да, Где нам рассказывают, Куда нужно идти. Ну, типа, задание наше. А как это сделать? Вот, задание. Активируйте 6 кристаллов. А как их активировать? Что делать? Фиг его знает. Ну, поэтому я, типа, решил Так, не ставить. Ну, были, подожди, записки, Которые нам еще что-то было... Ну, что-то рассказывали. Но, по сути, мы их бы так бы нашли, Потому что они нам По сюжету должны были даваться. Допустим, Чтобы собрать туда или попасть туда, Мне нужно было сделать то-то, то-то. А это описывалось в записках этих. Поэтому у нас, ребята, Один плюс и два минуса. У нас врагов было Всего три врага. Это не включая босса. Босс здоровенный грибок. Из обычных врагов... А, не, пижон. Четыре врага. Слизь. Медузы летающие. Потом этот был... Червяк. Или цветок. И грибы здоровы. Вот, на картинке я не понимаю, Что это похоже на рыбу. Ну, ладно, короче, не суть. Давайте на этом мы с вами заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Комментируйте. Всем удачи и всем до новых встреч, ребят. Всем пока.